Добрый день! Расскажите, пожалуйста, коротко о себе. Я Красноперка Анна Давыдовна, 1925 года рождения, ныне проживаю в городе Минске. В июне 1941 года мне было 15 лет. Наша семья состояла из пяти человек. Бабушка, мать, отец, сестра и я. В июне 1941 года мы жили в Минске. Наш город был оккупирован 27 июня 1941 года. Все члены семьи, кроме отца, оказались в гетто. В каком? В Минском гетто. Я совершила побег 22 декабря 1942 года. Дальше. До января мы скитались, затем я была санитаркой 12-й партизанской бригады имени СТО. До мая 1944 года. Затем, сопровождая раненых бойцов, оказалась в Киеве. А в августе 1944 года вернулась на постоянное жительство в Минске. Пожалуйста, очень коротко о родителях. К началу войны матери было 39 лет. Образование общее, высшее. Она была нерелигиозной. Дом говорила на русском языке. В 1941 году уже была кандидатом в члены партии. Работала в Минском неврологическом диспансере. Врач. Читала наидыш. Древнееврейский язык знала плохо. Процент. К началу войны отцу был 41 год. Образование общее. Он был химиком. Был нерелигиозным. Дома говорил на русском языке. Членом партии не был. Работал на заводе. Химик. Читал наидыш и знал древнееврейский язык. Расскажите о книгах и газетах в вашем доме. В доме были книги на русском языке, на еврейском языке. Были центральные газеты. Газета «Октобер», выходящая на идыш. А газета «Октобер» чья была? Кто издавал ее? Это издавалась в Минске газета. На еврейском языке. Республиканская? Да, она была республиканской. А какие основные еврейские традиции могли соблюдаться в вашем доме до войны? Если даже не соблюдались, то все равно. Скажите, что не соблюдалось? Мы не соблюдали субботу. Не было молитвы, не было чтения Торы. Не было соблюдения кошерности, не было посещения синагоги. Когда я приезжала к дедушке в Узду и к бабушке, там это все соблюдалось. Какие еврейские организации или учреждения были в вашем городе в 41-м году? В 41-м году был театр еврейский и синагога. На каком уровне материального положения находилась ваша семья в 41-м году? Ниже среднего уровня. Не могли бы вы перечислить, что было в вашей семье? Какое имущество? Была мебель, пианино, ценные книги, фотоаппарат, швейная машина, велосипед. А в каком доме или квартире вы жили? В коммунальном доме, однокомнатной квартире. То есть вы не снимали только у коммунхоза? Не снимали, коммунхоз. Скажите, пожалуйста, к 41-му году учились ли вы когда-либо в еврейской школе? Я никогда не училась в еврейской школе. А в какой школе и сколько классов вы окончили? Я окончила 8 классов русской школой. Среди ваших подруг было больше еврейских или нееврейских? Среди моих подруг были и еврейские, и русские. А больше каких? Русских. Среди ваших соседей было больше еврейских семей или нееврейских? В ровной степени. Скажите, были ли до войны какие-нибудь антиеврейские проявления со стороны соседей? Нет, не было. Ну не только к вам вообще. Не могу этого сказать. Я этого не знаю. В вашем доме до войны когда-нибудь были разговоры о Палестине, о сионистах, об идее еврейского государства? Таких разговоров не было. Вы не помните? Я не помню эти разговоры. А как вы думаете, как родители относились вообще к этим вопросам? Думаю, что отец относился с большим интересом. Он знал идыш, он знал древнееврейский язык, читал. Думаю, что он относился с сочувствием к этому всему. В 1941 году планировались ли на лето или осень в 1941 году вашими родителями какие-то важные дела, мероприятия? Планировался выезд на дачу, которую мы снимали рядом. И больше ничего рядом с Минском. Если вы помните сами или со слов родителей, что официально писалось в газетах или говорилось по радио в 1941 году о возможности войны с Германией? Да, было определенное напряжение дома. Оно просматривалось по газетам и по рассказам соседки нашей, которая регулярно слушала немецкое радио, так как она преподавала вообще немецкий язык. И мы знали кое-что. Потом мы смотрели профессор Мамлак. Но это же не 1941 год. Но в первую очередь меня интересует, что официальные власти говорили. Официальные власти не могли говорить о том, что будет война. Об этом не говорилось. А что вообще писалось? На эту тему были же публикации? Нет, я не помню эти публикации. А вот теперь вот частично вы уже рассказали, в кругу семьи, вот неофициально, вот как раз о соседке сказали. Ну может быть соседка была еврейка, кстати? Да, соседка была еврейка. Ну вот расскажите, может быть, еще какие-то детали об этом. Деталей у меня нет. Деталей нет. Были ли в вашем городе еврейские беженцы из Польши? Беженцы из Польши были, но я с ними не была знакома. А родители? Возможно, родители были знакомы, я этого не помню. Может быть, доходили их рассказы до вас через третье, второе? Нет, не доходили рассказы. От того, что говорила соседка, что-нибудь о еврейском вопросе было? Да, было. Она слушала радио, и, как я сейчас понимаю, по-видимому, она рассказывала родителям даже о хрустальной ночи, как я сейчас понимаю. Родители доверяли ее рассказам? Да, родители доверяли ее рассказам. То есть можно сказать, что ваши родители были полностью в курсе дела возможного будущего? Нет, я не могу сказать. Почему? Потому что они полагали, что немцы ворвутся сюда, и что будет подобное, нет, этого они себе не представляют. Ну, основные идеи будущего геноцида у них же были, через соседку, я так понимаю. Ну, это все как-то было территориально далеко, не представлялось это возможным здесь. Перенос простой, да? Да, нет. Ну, а то, что вот-вот будет война в 1941 году, она же могла тоже сказать соседку? Или она тоже не понимала? Нет, этого соседка не понимала. Понятно. Когда и как ваши родители и вы узнали, что началась война? 22 июня мы услышали о том, что началась война. Ну, вот лично как вы, где вы были, что вот детали тут важны? Мы были в газо... мы были дома и услышали это объявление о том, что война, Молотов выступил. Сразу Молотов или вначале диктор что-то сказал? Я не помню. Молотов, это я хорошо помню речь. Ну, и какова была реакция вашей семьи? Поверили этому? Конечно, поверили. Конечно, поверили. И отец сразу пошел в армию. А мы в газоубежище. Потому что город уже начали бомбить. Что говорили местные власти после этого события? Евреям и вообще населению? Местные, минские власти? С местными властями не общался. Я ничего говорить не могу. Все это было так стремительно, так внезапно. Мы убегали из города. Когда вы решили убежать из города? Мы решили, может быть, раньше, но только 24 июня нам удалось убежать. Город горел, дом сгорел. И мы убежали. Ну, и как вот вы бежали? Пешком мы бежали, под обстрелом. Мы были беженцами, в буквальном смысле этого слова. Мы направлялись по Могилевскому шоссе, неизвестно куда. И в Дукорах нас уже застала немецкая мотопехота. Дукор, это как далеко от Минска? Это по Могилевскому шоссе недалеко от Минска. Ну, и что было? Ну, а затем мы вынуждены были вернуться опять в Минск. Когда вы вернулись в Минск, ваша квартира была занята? У нас не было квартиры. У нас сгорел дом, и нам не было где деваться. Мы ночевали в руинах у случайных людей. Город уже был занят немцами? Город был занят, да. Мы уже пришли, когда город был занят немцами. Пока мы добрались до Минска. Гетто уже было или нет? В сущности, я считаю, что гетто уже было, начало организовываться при первых приказах, которые немецкой комендатуры, и управы, которые появились в городе. А официально оно уже было огорожено позже. Ну вот вы ознакомились сразу с приказами, да? Что вы делали? Ваши действия, вашей семье? Мы пошли искать жилище на той территории, которая уже планировалась под гетто. Так, ну и как? Ну мы нашли там два метра, которые нам было положено на человека, в семье наших знакомых. И мы там остались. Это был дом или квартира? Это был одноэтажный дом на Замковой улице. Сколько приблизительно человек жило в этом доме уже, когда началось где-то полность? Я могу говорить только об этих двух комнатах, маленьких двух комнатах. Там было три семьи. Наша семья, еще семья из трех человек и старуха. Все. Хозяйка этой комнаты. Возвращаясь немножко назад, как вы думаете, можно было тогда как-то обойти этих немцев, чтобы уйти дальше? Или просто у вас еще не было такого четкого понимания? Мы себе, мы не могли, у нас не было сил, у бабушки были опухшие ноги, мы были голодны. Мы останавливались в деревнях, пока дошли до Дукоры, это тоже было порядком времени. Мы, это было очень стремительное нападение, внезапное, вероломное. И мы не могли... Нет, я имею в виду, когда вы уже по дороге шли. Нет, мы не могли убежать, бомбили. Не было настроя такого, да? Как это не было настроя? Мы убегали. Почему решили именно в Минск вернуться, а не где-то там застрять? А куда же, где застрять? Где-то в деревне, в другом городке. Где застрять в деревне, кому мы нужны были? Ну, вообще, решение принимало возврате кто? Да мы все принимали решение возврате. Ну, все, ну, вместе все решали вернуться в Минск. Ну, в общем, сейчас, я чувствую, вы плохо помните этот момент, да? Ну, то, что я вам рассказываю, то я и помню. А вот другие беженцы как-то продолжали путь, пытались не вернуться? Я ничего не могу сказать о других беженцах. Может быть, они раньше вышли из Минска и успели уйти. Вот из тех ваших соседей довоенных все вернулись в Минск, или все-таки многие сумели не вернуться? Многие остались здесь. Вообще не выходили? Нет, убегали, но остались. Ну, а кто-нибудь все-таки сумел уйти? Наверное, сумели. Я со многими не соприкасалась после войны. Возможно, многие остались в эвакуации жить. Смогли уйти, да? Смогли уйти. Хорошо. Вот ваша соседка, у которой был приемник, вы ее встречали в гетто, и вообще, что с ней было дальше, не знаете, в одном слове? Нет, эта семья успела эвакуироваться. Я больше ее никогда не встречала. Она в эвакуации умерла. Они совместно с вами уходили или чуть раньше? Нет, они уходили совершенно отдельно. Когда мы были в газоубежище, их уже там я не встретила. Вообще, как вы думаете, их централизованно эвакуировали, или они сами ушли? Люди уходили сами. Я ничего не слышала централизованно. Ваша в Минске была эвакуация? Нет, организованной не было. Не было. Даже предприятия не было? Не знаю я организованной эвакуации. Приблизительно, когда и как возникло гетто? Сколько примерно человек оказалось в гетто? Гетто возникло совершенно официально уже в июле 41-го года. Думаю, что в гетто было около двух тысяч человек. Двух или двухсот тысяч? Я сказала двух тысяч, извините, двухсот тысяч. Было оно отделено от остального? Да, оно было совершенно изолировано. Оно было обнесено проволокой и совершенно изолировано. Нам не разрешали общаться ни с каким другим населением. А вообще контакты с ней и время были? Да, контакты были с ней и время. И меня спасали несколько раз белорусские семьи. Ну мы вернемся к спасению. Вот сейчас просто само описание. Да, контакты были. А, собственно, они имели право приходить в гетто? Они не имели право приходить, это было. А приходили на самом деле? Угрожало им смертью, приходили. А чаще всего с какой целью? Грабить, поиздеваться? Я не могу говорить ни о грабеже, ни об издевательстве, а просто близкие люди приходили к близким людям. Общаться, да? Такие примеры я знаю. Имеется в виду друзья или члены семьи разделенные? По-видимому, мы и разделенные члены семьи, просто очень близкие друзья. Как ваша семья питалась? Где доставали продукты? Мы ходили на работы в колоннах, и там нам давали какую-то баланду, кусочки хлеба. И выходили на русский район через проволоку к нашим друзьям, к маминым больным, так как мама была врачом. Они нам помогали. Просто давали или как? Давали, просто давали, конечно. А примерно какая еда преобладала в вашем рационе? Хлеб, баланда, какие-то овощи, картошка. Баланду сами варили? Нет, это выдавали, это выдавали. Вообще, ваша семья голодала или на грани голода была? Да, наша семья голодала, на грани голода была. Мы лебеду брали летом, срывали крапиву, варили. Явления витаминоза были где-то? Конечно, были. Ваше семья были? Да, у меня был фурункулез, например. А дистрофия вообще? Мы были все в дистрофике. Возможности оказания медицинской помощи? Нет, никакой систематической не было, хотя в Гетто работала инфекционная больница. И еврейские врачи там организовали очень серьезный досмотр и уход к их чести. И мама моя посещала эту больницу. Больница организовалась добровольно или по приказу какому-то? Я о приказе не знаю, я знаю добровольно. Здание, где была больница, было довольно тоже больницей? По-моему, это была больница, оно и сейчас сохранилось. Ну, сейчас-то понятно. А немцы не препятствовали существованию больницы? Нет, не препятствовали. И врачи имели свои аусвайсы. Врачи могли работать не из зоны, не из Гетто? Там работали врачи только из Гетто. На чем в вашем доме спали люди? На козлах, на тюфяках, на сене. Кто на чем? У вас было свое постельное белье? Нет, нам дала эта хозяйка дома кое-что. Накрывались пальто, куртками. А была ли вода по близости? Вода была в колонке. Были ли моющие средства? Мыло, порошки? Стирали ли белье? Я помню, что нам, по-видимому, на работе выдавали такие маленькие зеленые кусочки мыла. Они у нас бывали, но я не помню, систематически ли это выдавалось, или просто нам это как-то удавалось получить от кого-то. Своих запасов не было? Никогда не было, у нас все сгорело. Стиралось ли белье? Если да, то где и как? Стиралось в тазике. Стирали? Да. В принципе, ваша семья была подвержена вшивости? Конкретно ваша семья, в вашем доме? Поначалу, пока мы искали убежище, мы мылись просто в реке, и, конечно, было. А потом, когда уже мы были в гетто, там, слава Богу, были аккуратные люди, и мы мылись в тазике, и голову. У меня, например, были косы, и все это было достаточно в санитарных таких приличных условиях все-таки, в санитарии нормальные были. Ваш дом конкретно отапливался? Печкой. Как готовили, на чем пищу? В печке. Где брали дрова? Запас был у этой хозяйки. Была ли какая-то энергия? Нет. А до войны? Конечно. Имело ли хождение какие-то денежные знаки, единицы вообще? Или, может быть, у кого вообще что ходило? За гетто, в гетто? Мы были без денег. Вообще в гетто в целом? Нет, не было никаких денег. На память берегли советские. А за гетто? За гетто, по-видимому, были феники, я знала это название, я знала немецкие. А как, собственно, были ли какие-то профессионалы по обмену, то, что Вы бы сейчас назвали торговлей с рук? Да, конечно, люди выходили из гетто, рискуя жизнью. И то, что сейчас называется спекуляцией, обменом, и меняли вещи. Те, у кого они сохранились, те могли к этому прибегать. У нас не было ничего для обмена, поэтому были и на грани голода. В чем была выгода у этих спекулянтов, скажем, если они в гетто спекулировали? Спекулировали они не в гетто, они спекулировали на русском районе. Они выносили вещи, рискуя жизнью, там продавали и какую-то часть брали, для себя оставляли, вернее, даже не продавали, а меняли на продукты. Таким образом и существовали. То есть, вообще-то, они употребляли эти продукты сами, наверное? Они употребляли, конечно, сами. Тогда их нельзя назвать спекулянтами. Нет, нельзя назвать спекулянтами. Они сами юмористически себя называли спекулянтами. Был ли в гетто алкоголь, в принципе, так? Я никогда этого не видела и не слышала. Как доставали курева вообще? Как курили курящие? Мерпрочем, моя мама курящая, но я не помню. По-моему, она свертывала с мокробкой из бумаги. Но где табак брали? Если давали друзья на русском районе, тогда могли его получить. То есть, как продукт питания в армии, да? Как продукт питания, да. Был ли в вашем гетто Юденрад или что-то его замещение? Да, Юденрад был, да. Можете что-то рассказать о нем? Я могу сказать, что там был очень хороший человек Илья Мушкин. Это руководитель Юденрада, который был потом повешен немцами за связь с партизанами. Он очень многих людей спас. Он предупредил о погроме 2 марта, когда комендант гетто Атенберг пришел и сказал, что 5 тысяч человек на спецработы. Он постарался, чтобы это весь облетело гетто. Люди стали прятаться в малинах, на чердаках. Кто мог, убегал за проволоку на русский район. А кроме него еще какие-то были? Да, там были и хорошие, и плохие люди. Расскажите, пожалуйста, о тех, кого вы назвали плохими людьми. Дело даже не в фамилиях. Я понимаю, что не в фамилиях была одна женщина. Собственно, ее фамилию знают все. Звали ее почему-то Мирка Немира, а Мирка Маркман. Она ходила с обыском. Такой Сигалович был еще. Они ходили с обыском и требовали золота у людей. Я, например, знаю факт. С моим другом это было. Они пришли в дом, искали все, перерыли в доме. Потом от злости бросили, покатили бочку на старика у него. Потом было заражение кровью, ударили ему ногу, например. Кричали, что отдавайте золото, что это нужно. Старик этот пытался сопротивляться. В общем, они причинили ему очень много горя. И этой семье вообще. Я могу сказать вот об этом примере, например. Но, видимо, они не только к одному человеку. Нет, я вам говорю об одном примере, о котором я лично знаю. Остальных я не знаю. Но вообще они ходили по другим очевидам? Они ходили по другим домам, конечно. Требовали вещи ценные, мех, золото. Право не знаю, кто им дал. Они были члены Юденрата или чего? Они работали в Юденрате. Как они назвали члены или нет, я не знаю. Это была охрана порядка, типа полиции, такой еврейской. Эта полиция должна была подчиняться Юденрату? Они все подчинялись Юденрату. Но как на эти факты реагировала глава Юденрата? Я с ним никогда не была знакома лично. Я видела его приятный, интеллигентный облик. Я знала о его хороших поступках. О том, что он даже вытягивал людей из бункера. Думаю, что они ему были глубоко отвратительны. Он имел право остановить их деятельность? Если он знал о них, то, по-видимому, он их и останавливал. А еще какие-то факты такого рода или слухи даже лучше о деятельности подобного рода людей? Например, я знаю один такой пример, когда... Я имени и фамилии его, конечно, не знала. Это мне рассказывала подруга о том, что один работник Юденрата, молодой парень, он хотел, так сказать... Он любил одну девушку и хотел, чтобы она была с ним близка. И он ей сказал, что я тебе буду каждый раз оповещать об акциях, которые возможны. И она, бедная, на это пошла. То есть злоупотребление служебным положением. Да, злоупотребление служебным положением. Ну, а вот всякие факты доносов, предательства, выдавания других со стороны других, может быть, евреев, даже необязательно членов полиции, вот были? Я не могу привести таких примеров. В отношении нашей семьи ничего подобного не было, и в отношении моих друзей тоже не было. В целом, деятельность полиции оценилась как населением Гетто, еврейской полиции? Вообще, мне кажется, что боялись любой полиции. То есть они где-то не отличались от другой полиции? Я думаю, что там были и приличные люди, и сволочи. Среди еврейских? Да. Понятно. Но были там и приличные люди. Вообще, нужна ли она была объективно для интересов евреев Гетто, эта полиция? Ну, анализировать я сейчас это не могу, потому что это будут натяжки гуманистов, понимаете, сейчас. Как люди говорят? Но порядок должен был быть в Гетто, конечно. Порядок какой-то, охрана порядка какого-то должна была быть. Должен был быть жилищный отдел, потому что людей надо было как-то... Нет, я не имею в виду Единрад. А, не Единрад? А полиция еврейская? А, еврейская полиция? Я не знаю, не знаю, я не отвечу на этот вопрос. Ее что, по приказу немцев создали или это как? Этого я не знаю. Были ли у нее карательные функции или организаторские функции, я этого не знаю. Я ни с кем из них не была знакома. Но вообще ведь люди говорили, обсуждали всякие, особенно когда становятся известные факты. Ну, они любили. Вот, например, вот эта Мирка, она была притчей во языцах, ее ведь потом расстреляли партизанами. Ну, понятно, вот обычно начинался разговор с таких каких-то фактов, потом ведь какие-то всегда обобщения делаются людьми. Вы знаете, я как-то не участвовала в этом. На меня был какой-то свой круг, моих каких-то близких друзей, которые были очень далеки от Юденрата и от этого всего. Ну, воздействие-то этих темных сил, скажем, из полиции еврейской, видимо, все могли ощутить? Все как-то могли быть? Я же вам говорю, что само слово полиция было для нас страшным и неестественным, и, безусловно, давило на сознание. Вот это я могу произнести. То есть я бы мог сказать так, что, видимо, массам она была не очень нужна? Массам нет. Массам, по-видимому, нет. То есть это какое-то такое образование было искусственное? Это было такое искусственное, да. Может, даже и злокачественное, я не знаю. Вообще, не помните, на каком они хоть языке говорили с людьми, эти еврейские полицейские? На русском и на идыше говорили, да. Ведь очень многие говорили на идыше. Какой там был средний возраст этих полицейских юристов? Я не знаю. Больше пожилых или помолодых? Я не отвечу. Вы их видели? Ну, я видела, они ходили по гетто. Это я видела. Говорили, что вот это полицейские. Я думаю, что это средний возраст, так. Вообще преобладающий язык в гетто какой был? Русский. Русский? Да. Ну, а теперь не могли бы Вы коротко рассказать о распространении информации в гетто со стороны немцев, полицаев, а также между собой? Продолжение следует... Я бы сказала, очень примитивным. Если кому-то удавалось что-то услышать по радиоприемнику от русских людей, люди боялись распространять эту информацию. Она, собственно, застревала в них самих или передавалась очень близким людям. Ну, а вот со стороны так называемых властей, Юденрата или немцев? Нет, нет. Скорее немцы, с которыми мы соприкасались на работе. Мы могли услышать, скажем, что вот Сталинград, вот там такая... Нет, но информацию я имел в виду не только такую о делах на фронте, а вообще то, что для них важно было по управлению гетто. Нет, это информация, я не знаю. Как не знаю? Ну вот выйти, собраться, как же, вы же были одним из вас. Ах, вот это вот, выйти, собраться. Ну, были бесконечные приказы, указы, собраться. Так как это распространялось? Объявления были, вывешивались, да, какое радио, вывешивались объявления, или сообщалось в колоннах, когда колонны собирались. Надо было прийти туда-то, явиться в такое-то время, например, на площадь рабов, это Склявенпляц, явиться. Там Кюденрату, это недалеко, кстати, напротив, там, где собирались колонны, там объявлялись или устно, объявлялось что-нибудь, или висели какие-то объявления. Что значит площадь рабов? Ну, площадь рабов, это... там многое происходило. Там собирались на работу, там были расстрелы под музыку. Это была площадь, назвалась площадь рабов, Склявенпляц. Там что, какие-то были официальные учреждения? Акции такие. Нет, я учреждения, не знаю. Это было такое место базара, по-моему, даже довоенного базара. Такая территория. Это что, типа лобного места, места казни, да? Да, похоже на лобное место, можно так сказать, да. Ну как, они казнили в массовом порядке там, или это просто так, для забавы? Да, расстреливали, возможно, и для забавы, но и так, будто бы за связь с партизанами, каждый раз находились какие-то. А то и просто, ведь в гетто каждый пятый, нельзя было собираться, например, каждый пятый человек, или шестой, мог быть расстрелян. Нельзя было громко смеяться, нельзя было ходить по тротуару, надо было ходить по мостовым. Так что было очень много регламентированных, вот эти вот порядки, которые исходили от немцев и передавались юденрадам. Люди были предупреждены юденрадам, чтобы, в общем, соответственно, вели себя. Вы сказали о смехе, вообще вы слышали смех? Если да, то в какой период существовали? Мы-то слышали смех, мы-то слышали смех, и молодость, она всегда оптимистична. Не только смех, но и песни. Мы, например, тихо пели в нашем доме. Ну, расскажите, да. Рассказать вам это интересно. Да, это интересно. Да. Мы, например, пели, мы пели советские песни. Песни еще пару слов. Да, мы пели. Я думаю, что это было какое-то подсознательное сохранение своего человеческого достоинства. И я думаю, что это даже был какой-то кураж даже в этом, какой-то вызов. Потому что мы пели такие песни, как «Широка страна моя родная». Тихенько пели, конечно, чтобы нас никто не услышал. Но вот мы подруги, вот моя подруга Броня, Вита, моя сестричка маленькая, мы пели. И на немецком языке «Широка страна моя родная» А почему на немецком? Ну, потому что мы знали эти песни, и это необъяснимо сейчас психологически. И пели на немецком языке. До войны мы учили немецкий, мы любили немецкий язык, мы многое знали. Мы учили вот эту песню в школе на немецком языке, например. Или мы пели «Смел, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою. Родин, мать, вы спасайте, честь и свободу свою». Мы очень часто это тихенько пели. В этом был какой-то наш такой протест. Вот в нашей, в этой клетке, в этой комнатке маленькой. Мы собирались, это было нашим протестом. А вообще запрещалось пение? Да, пение запрещалось. А вот смех, вот это что, были анекдоты рассказывали? Да, иногда рассказывали анекдоты, иногда были какие-то комические ситуации. Трагическое и комическое часто рядом ходят. Это тоже ведь, так сказать, психологически закономерно даже. До какого периода вообще могли смеяться? Где-то вот в средний период или ближе к концу даже? Ну, это же никто не регламентировал. Возникала стихийно какая-нибудь забавная ситуация, и непроизвольно возникал смех, как реакция на какую-то ситуацию. Это не по времени пребывания в гетто. Самые забавные были ситуации, например. Ну, а в среднем какие возраста смеялись? Я могу говорить о моем возрасте, что мы вообще были, наверное, достаточно оптимистичны и смешливы. И человек вообще не верится в смерть. Я могу это сказать, когда меня вели в погроме. Я не верила, когда попали мы в погром, и когда нас ввели на смерть. Тогда погибла бабушка, а мы втроем спаслись. Я до конца не представлялся, что я погибла. Ну, даже вот после акции тоже иногда смерть была. Ой, я вам не отвечу на такой вопрос. Ну, во время акции у нас, например, была совершенно патологичная ситуация, когда напротив стреляли, а мы спрятались за шкафом в нашем доме. И маленький мальчик говорил, ему нужно было сходить по делам, а мама ему говорила, что молчи, молчи. И он говорил, терплю, терплю, терплю. Здесь непроизвольно возникало, там расстреливает, а тут непроизвольно возникало. Патологически, поверим, реакция какая-то. Ну, в общем, когда непроизвольно улыбался на все на это. Вот такое вот, это же психологически все очень сложно. А известны ли вам случаи каких-то преступных там, хулиганских действий со стороны евреев друг к другу в гетто? Я не знаю. Ну, грубости там, оскорбления. Ну, грубости, оскорбления, конечно, евреям вообще свойственно. Клясть, проклинать. Это очень часто слышалось. Это проклятие, какие-то местечковых людей было очень много. И на этом уровне возникали какие-то неприятные... Ну, наша семья была как-то интеллигентной. И при соприкосновении с такими вещами, конечно, становилось еще хуже, отвратительнее, тяжелее, ужаснее. То есть вы думаете, что это не потому, что в гетто, а потому что они были такие и раньше? Я думаю, что, во-первых, это их органика, а во-вторых, они были голодные, истощены, злые, несчастные, обречены. Это все здесь вместе. А вообще много было таких вот, или мало, или как? Таких людей? Да, вот, которых проклинали там друг на друга. Нет, я не могу сказать, что много. И, по-видимому, это особенно памятно, потому что, если это возникало, это сохранялось в душе и в памяти. Скажите, была ли какая-то организованная, может быть, общественная или на базе Эденрата взаимопомощь людей друг друга? Нет, я об этом не знаю. А какие-то такие по собственной инициативе вас помоществовали? Нет, мы были очень одиноки в этом. И если нам помогали, то только с территории русского района. Совсем уж так никакой взаимопомощи не было? Я должна сказать, что нам очень помогала семья маминого больного, евреи от семьи Адавицунов. Они, кстати, рано очень уехали в Израиль. Прекрасная семья. Они нам помогали, и даже маме помогали не только едой, но и медикаментами, так как мама была врач. И я помню, они нам помогали гематогеном. Откуда они это доставали, я не знаю. Но это нам казалось наислачайшим. Пищей даже наислачайшей. А другим людям в вашем доме, может, кто-то помогал? Я могу сказать, что с русского района другим людям. Нет, я имел в виду... Нет, евреев, да. А кто-то, может быть, из вас другим евреям помогал? Из вашего дома, из вашей семьи? Еще помогала очень нам семья Рабинович Виты. Нам помогала. Вита переносила нам картошку, еду, отрывала от себя муку. Но это была на добровольных началах, неорганизованная взаимопомощь. Это просто добрые, милые друзья, хорошие люди, преданные нам. А были ли случаи, чтобы вам пришлось кому-то помочь? Вашей семье или людям, которые с вами жили в доме? Ну, конечно, мы делились, если мы переносили что-нибудь с русского района. Мы делились со своими соседями, близкими, которые... Но вообще это было очень трудно, потому что ничего не оставалось. А были ли в гетто попрошайки, нищие? Да, в гетто были попрошайки, нищие. Да, были попрошайки, нищие. Были ли где-то какие-то люди религиозные выжили? Да, были религиозные люди. Вот наша хозяйка, которой мы были на замковой улице, она была религиозная, она молилась. Это мы знали. Что-нибудь ей удавалось соблюдать и страдиться там? Я не знаю. Зажигать свечи в пятницу? Нет, я не знаю этого. Был ли там, может быть, какой-то молильный дом, или где бы они собирались, верующие, вместе помолиться? Я про это не знаю. Я про это не знаю ничего. Немцы как-нибудь выделяли религиозный ход в ту или иную сторону? По-моему, нет. Понятно. Но вот были ли случаи самоубийств в гетто? Как ни странно. Мы с мамой говорили, мама у меня врач. Но мы не знали ни самоубийства, ни даже чтобы кто-то сошел с ума. По-видимому, какая-то мобилизация всех сил на то, чтобы выжить и как-то быть поздоровее и посильнее. Вообще, глядя широко вокруг вас, вашей семьи, какое преобладало душевное состояние людей? Покорность, замкнуться на себя, какая-то истерика, отчаяние? Всякое было. Или наоборот, попытки сопротивляться, что-то делать? Я чувствовала во многих людях попытки сопротивляться. А вот когда были акции, люди понимали, что их ведут на гибель или нет? Люди понимали, потому что они так же, как я, не верили. То есть они были покорны, да? Ну, тех, кто выбегал из колонны, просто расстреливали. И люди вынуждены были быть покорными, потому что они с обеих сторон охранялись. Ну, вообще, вы не помните, или, может быть, слухи были, что кто-то при попытках, значит, при погромах или при расстрелах пытался все-таки бороться, сопротивиться? Ну, я считаю, например, я могу рассказать факт, когда девушка запела интернационал. Их на кладбище вели расстреливать, и она запела интернационал, об этом говорила все гетто. Их всех расстреляли, она была очень хороша с собой, их раздели, и немец даже был поражен ее красотой, он не хотел в нее стрелять, но выстрелил другой немец. Ну, суть другая, вот еще, а вот во время погромов, скажем, или даже при расстрелах попытки, значит, убить кого-то из нападавших, ну, просто вступить с ними в бой какой-то, пускай даже ценой своей жизни. Были такие? Ну, конечно, были, конечно, были. Среди моих знакомых нет, но об этом мы наслышаны, что были. Ну, что вот именно наслышаны? Ну, что бросился на немцев, например, я знаю, у меня была такая знакомая, она уже после войны мне об этом рассказывала, правда, что хотел ее изнасиловать немец. Отец бросился на него, значит, там, не помню, что-то поднял такое, лом или лопату, что-то бросился на него, и немец, мы, мы, мы будем отступить при этом. Ну, это еще же не было в случае акции массовой, погрома какого-то? Это просто отдельный акт? Отдельный. А я имел в виду, когда идет погром, скажем, вот. Кто вообще погромы делал в гетто? Погромы делали немцы, делали литовцы, литовский батальон, белорусские полицейские? Блин, белорусские полицейские. Конечно. Кто из них был более жестокий, беспощадный? Я думаю, что все в равной степени. ССовцы были очень жестокие, литовцы были очень жестокие, погром 20 ноября в основном литовцы и белорусские полицейские. Белорусские полицейские тоже отличали жестокостью. Было непонятно, рядом люди вроде росли, и такое его рождение. Хорошо. Ну вот, знаете ли вы факты, или по слухам даже, о сопротивлении каком-то в гетто, подполье в гетто, замыслы какие-то? Я узнала об этом уже после войны. Мы очень хотели выйти на подполье, но нам не удалось. А какие-то разговоры шли, что оно и есть? Да, разговоры были о том, что подполье есть. Кто вообще, как вы думаете, в подполье имел такую силу? Коммунисты или без партии? Коммунисты. Без слов. В принципе. А случалось ли вам в начальный период существования гетто какие-то листовки ловить? Может быть, сбрасывались листовки какие-то? Именно не нацистского плана. Нет. Я не видала такие мысли. Была ли какая-то нацистская пропаганда в гетто, вбивающая в голову, что вы должны умереть, что вы второсортный народ и так далее? Ну, это ощущалось на каждом шагу. Мы носили латы, у нас были номера. Нет, ну какие-то вам такие лекции читали? Нет, никаких лекций нет. Может быть, скажете немножко о дезинформации в гетто? Нет, я ничего про это. О информации мы говорили. Нет, я вам ничего не скажу. Я понимаю ваш вопрос, я ничего об этом не знаю. Ну, как, не знаю. Ну, какая-то дезинформация. Со стороны немцев, вот что они вам говорили? Ничего не говорили немцы. Мы ходили на работу, и там только общались с ними, и все. И все, да? Да. А какие-то там митинги, собрания были? Нет, никаких. А может быть, они в плакатах призывали вас к какому-то виду поведения? Нет, ничего я этого не видела. Как вы думаете, вот люди стремились пойти на работу или, наоборот, избежать от работы? По-моему, стремились пойти на работу, потому что это был какой-то кусок хлеба, и жидкость какая-то, горячая еда какая-то была. Ради еды, да? Да, ради еды, ради выхода на русский район, возможно, и связи со своими друзьями на русском районе. Во время работы избивали или? Да, избивали. Ну, и все-таки стремились. Ну, и все-таки стремились. Были хорошие немцы, были плохие немцы. У меня было два шефа. Был, например, такой Лейман, он избивал, он очень бил мою мать. Был прекрасный немец Отто Шмидт, который нас спас в погроме 2 ноября, и пустил всю колонну в гетто, задержал ее на русском районе. Что-нибудь дополнительно можете сказать об этом? Об этом человеке? О человеке вообще, что он сделал еще, может быть. Это был прекрасный человек, я считаю. Он, дело в том, что ко мне прибежали 2 марта, это 42-й год, ко мне прибежали две мои белорусские подруги, и сказали, не иди в гетто, в гетто погром. Но в гетто оставались мама и сестра. Я подошла к немецкой еврейке, которая здесь была, она была из Гамбурга. Здесь же было очень много евреев из Западной Европы, почти изо всех городов Германии, из Австрии, из Бельгии, из Франции, из Голландии. Да, я хотел спросить, они были в заключении? Они были в зондергетто, это особое гетто, огороженное от нас, и более того, нам не разрешали с ними общаться. Общаться можно было с ними только на работе, где мы были вместе в колонии. Я подошла к немецкой еврейке, сказала, иди в гетто погром. К ней очень хорошо относился немец, этот Отто. Солдат он или офицер был? Он был, это были военные железнодорожники, строительная железнодорожная военная фирма, Готца Лейман, так она называлась. И Отто там был один из наших шефов, мы так его назвали, кто он был по званию, понятнее. Он подошел, он, услышав об этом, до вечера он нам ничего не говорил, мы понимали, что если Герр Лейман будет на работе, Отто нас вынужден будет повезти в гетто. И вообще был один грош надежды, один процент надежды. Но вечером Отто сказал, колонна в гетто не пойдет, и оставил всех нас в погребе. Более того, насколько возможно, он кое-кого напоил кофе и маленький такой серый кусочек хлеба кое-кому достался. И продержал нас все дни погрома. И сам отвел нас, когда окончился погром, он узнал, когда окончился погром, и он отвел нас. Более того, у нас была наша одна женщина, и он, когда полицейский к ней придрался на улице во время того, ну, она исполняла свои служебные обязанности, мы носили тачки, там то, другое, он потребовал от полицейского извинения перед ней. Это у меня есть в книге. А еще какие-нибудь случаи, факты, лично с вами бывшие, или, может быть, вы знаете о них, когда бы немцы помогали евреям? Да, я знаю эти факты. Вы можете перечислить их просто? Ну, вот, даже недавно, вот, мой муж об этом писал. Очень интересный факт. Но о нем мы уже узнали после войны. Рассказать об этом факте? Если очень коротко, назовите просто. Это комендант города, это сын, отец нынешнего коменданта города Фердена. Нет, что это было в гетто в Минском? Это было в Минском гетто на радиозаводе. Что именно было? Он помогал людям не попасть в большое гетто. Он помогал им очень. То есть без его помощи они бы попали, да? Да, он им помогал. А вот еще что-нибудь не помните? Может быть, с вами лично? Много, этих фактов много. Наверное, я вам могла бы рассказать Лиза Гудкович, как немец Шмидт. Нет, ну это я знаю. Вы знаете эту историю. Мой личный опыт, я могу, это от Шмидта, это для меня один из дорогих людей в моей жизни. Потом был такой немец Вилли, например, который, я была девочкой, была, ну, довольно привлекательной. Он меня очень жалел, он давал мне, подбрасывал мне еду и более того говорил, что может, ты бы поехала в Германию, может быть, может быть, можно было бы тебя как-то спасти. Он мне один раз так сказал, но я сказала, нет, Германию ни за что, и маму, и сестру я не оставлю. Бабушка к тому времени погибла. Он был кто, солдат? Он был солдат. Какой войск? Он был солдат, это железнодорожные, вот эти войска. А, это не охрана где-то, да? Нет, нет, это не охрана где-то. Скажите, а вот какие-то факты помощи со стороны полицаев, или, так сказать... Я не знаю фактов помощи со стороны полицаев. Никогда, никого? Нет, я не знаю. Я знаю, что один полицаев был влюблен в одну красавицу, и он все время ходил возле проволоки гетто. Но это была давняя его еще школьная любовь. И он ее умолял выйти замуж. Это, кстати, та девушка, которая пела интернационал. Это Лина Ной. Она жива? Нет, я же рассказывала, она погибла, ее расстреляли на кладбище. Скажите очень коротко о каких-то близких отношениях гетто между полами. Безусловно, была любовь, и люди женились, и соединялись. И даже после потерь каких-то своих объединялись люди. И я знаю, например, факты, когда женились, молодая пара женились. Как понять, женились? Просто сожительствовать? Соединились с семьей. Или какие-то обряды? Знали об этом родители, родители их на это благословили. Обрядов никаких. Кольца у нас кто-то делал там кольца такие из вилок, из... Ну, какие-то мастера, рингмахеры они назывались. Вот. И это были как обручальные кольца. Вот я знал, например, такую семью одну. Они, по-видимому, потом погибли. Мы и раньше, видно, ушли из гетто. Какие-то вот такие, то, что называется, внебрачными отношениями, они относительно мирной жизни усилились? Или наоборот? Вы знаете, я была еще девочкой, и это просто было не в сфере моих интересов в ту пору. Может быть, вы помните, как взрослые могли оговаривать нравы в этом плане? Ну, говорили же, а он женится еще. Вот в это время они еще поженились. Это, конечно, звучали такие слова. Да. Ну, то есть, вы хотите сказать, да, вот о факте какой-то проституции какой-то такой... Нет, этого я не знаю. Я вообще этого не понимала в ту пору. То есть, могло быть и не быть, вы не знаете? Могло быть и не быть, конечно. Были ли какие-то рождения детей в этот период? Да. Да? Доставали ли родители для них молоко? Вообще, какие-то варианты? Это все было очень проблематично. Вообще, как немцы относились к новорожденным? Требовали сдать или что? Да. Я ничего об этом не слышала. Что-нибудь о каких-то приютах для детей вообще? Да. Было несколько детских домов на территории ГИАТа. Но это было организовано? Это организовывалось, безусловно, со стороны Юденрата, я думаю, что это была организация. Несколько детских домов. Один детский дом уничтожен в Яме, погром 2 ноября. Скажите, ну можно, это же как раз акция милосердия, детские дома. Ну, безусловно. А был ли же в этом ряду, может быть, какой-то пункт питания для истощенных был? Я о нем не знаю. Скажите, пожалуйста, сжато, но во всех деталях, о побеге вашем. Мы очень давно задумали побег. И моя мама выходила на русский район, она резали проволоку, выходили на русский район. Она ходила в больницы, срывала латы и ходила в больницу к знакомым медсестрам, к врачам. Для того, чтобы выйти на какое-нибудь подполье и чтобы можно было уйти из города. Но это нам не удавалось. Более того, мы даже подделывали паспорта. Мам, например, Рахеллеронна, мы подделывали Раиса Адамовна. Вот таким вот образом. А случилось неожиданное, на месте, где я работала, часто появлялся один человек, и нас подкупало то, что он подходил к нам, разговаривал с нами. И у него была красноармейская гимнастерка. Мы были наивны, нам казалось, что это какой-то аванс, что это наш человек. Мы не заговаривали с ним никогда, но он вдруг заговорил с нами и говорит, что я могу увезти вас из гетто, могу помочь, но не в партизанах, а в партизанскую зону. Это продолжалось несколько раз. Он со мной, в частности, говорил, но так как я была как-то так расположена, то есть чувство ответственности перед друзьями, я у него спросила, сможет ли он потом вывезти и так далее, моих друзей, не только нас, и почему-то я ему поверила. И сборы были недолгими. Он назначил нам время, мы пришли к нему домой, были очень перепуганы, потому что висела полицейская шинель, он был пьян. В общем, это была тяжелая история. Он отобрал у нас все вещи, все, что у нас было, и мы буквально валялись у него в ногах. И его или жена, или его женщина какая-то близкая ему сказал, что я вас сама выведу из гетто. И она нас повела на вокзал, посадила нас на поезд. Мы стояли в тамбуре поезде, было полно эсэсовцев, она вошла в вагон, а мы стояли в тамбуре, одели специально так платочки на голову, не шапочки, а платочки, чтобы выглядеть деревенскими людьми. И она нас довезла до такого места, станции Рудинск. Она нас довезла до Рудинска и сказала, а теперь идите и ищите партизан деревни Русаковичи, вот идите и ищите. Там партизанская зона, дальше я вас не поведу. И все, и дальше мы уже были передоставлены самим себе. Документы с вами остались? Ну, у нас были вот эти наши документы, и больше ничего не аусвайзов, ничего. Нет, мы были не защищены совершенно. Как вы думаете, почему он вас подбивал на побег? А он говорил, что ему, что он в партизанах должен привезти партизанского врача, а дальше я его мотивы не знаю. А почему его женщина решила помочь? Ну, она помогла нам, я не могу сказать. Может, она была добра и совестлива. Так вы оказались в партизанах? Так, мы еще поискали маленечко партизан и оказались в партизанах. Были ли случаи, когда вам кто-то давал убежище счера до партизан? Во время погрома 7 ноября мы прятались у маминых больных. Это семья тоже очень дорогая для нас навсегда. Это семья Горских. Они жили на Разинской улице, это Грушевская район, Грушевки. И они нас сохранили два дня погрома. Где вы там у них были? Мы были у них дома, сидели на печке, к ним приходили соседи. Говорили, что мы знаем, у тебя есть бегло из гетто. Волька, Волька, Ольга ее звали, Ольга Алексеевна. Но они спровадили эту соседку, сказали, у нас никого нет. Потом мы сами ушли. Они нам предложили, мир прочим, остаться у них и побыть еще. Владимир Феофилович, муж Ольги Алексеевны, дал нам какой-то адрес, сказал, теперь идите, тогда не идите в гетто, идите тогда по такому-то адресу. Они вас там тоже спрячут, а дальше будет видно. Но мы понимали, что мы как чума опасны для всех. И мы не пошли, мы оставили их, для того, чтобы им не навредить. И не пошли уже по тому адресу. Потом долго болтались по городу, спали в руинах и так далее. Потом вернулись в гетто. Эта часть не была в то время выбита. Скажите, а вот другие люди, но еще до вашего побега, наблюдали вы попытки или разговоры о побегах? Или, может быть, об этом не говорили? Мы знали о том, что люди уходили из гетто, и мы понимали, что они уходили в партизаны. Но вообще о том, что мы уходили в партизаны, не знали даже наши соседи. А что удерживало вас от ухода из гетто раньше? Ну, просто невозможность уйти. У нас же не было ничего, ни документов, ни этот ужас в глазах, и все. Не было адреса, куда пойти. Куда пойти? Кому пойти? Мы же для всех были опасны. Во время одного из погромов мы прибежали к моей школьной подруге. Она не могла нас... Она очень обрадовалась появлению. А потом она говорит, боже мой, у меня же здесь родственники бургомистра живут. Это было на Горбарной улице. Она говорит, идемте. И мать ее врач и знала мою маму. Она говорит, идемте, я вас спрячу в газоубежище на русском районе. Она нас действительно спрякла в газоубежище и носила нам еду. Все время погрома. А потом опять мы вынуждены были вернуться в гетто. Скажите, ну, а вот когда вы побежали, действительно у вас тоже ничего не было? Ни плана, ничего? Нет, у нас ничего нет. Но все-таки же вы побежали? Ничего, но побежали, но побежали уже. Позади все равно смерть. То есть вы уже понимали, что уже все равно... Мы и раньше понимали, но это уже был повод уйти, понимаете? Попытка, реальная попытка. Как вы думаете, большая часть узников гетто пыталась бежать или большая часть не пыталась бежать? Ну, процентов 60-70. Я вам не скажу о процентах, но о моих знакомых я могу сказать, что они пытались бежать. Они пытались бежать, как пыталась бежать моя подруга Ася Воробеевич, как пыталась бежать моя Нина Шнайдер из Варшавы, вообще варшавянка, дошедшие, досюда. Они погибли по дороге. Вот, ну, одним словом, если вернуться обратно к удашемуся побегу вашему... Но многие не думали убегать, чувствовались обреченными. Вот расскажите... Не понимали, что не было сил бежать. Мы же все были безумно истощены вообще. Сил физических? Физических сил, да и моральных, да и моральных. И не было куда, не было куда. Ну, вот находилась ведь куда, то в лес, то... Ну, это, я считаю, что это даже больше эпизодически, чем закономерно. Это удача. Известно ли вам случай, когда выдавали местные жители беглых евреев? Я об этом очень много слышала. Нас не выдавали, но перед нами закрывали двери. А вот обобщите, у вас случай, когда выдавали, как это могло выглядеть, вот, схематически? Очень просто. Люди выходили на русский район, и в них узнавали евреев и выдавали, ловили и выдавали. В каких случаях было больше, когда не выдавали, но не пускали, или когда, тем не менее, выдавали? Я знаю, что не выдавали больше. Больше не выдавали, да. Ну вот, наконец, вы оказались в партизанах. Вот об этом славном периоде мне все-таки хочется спросить несколько грустных вопросов. Были ли на вашем опыте или слоях и были антиеврейских проявлениях внутри партизан уже, среди партизан? К нашему счастью, мы оказались в такой бригаде, там было очень немного евреев, и отношение к этим евреям, я должна сказать, было даже бережное и даже хорошее. У нас был очень хороший в этом отношении гамбрик. Ну, а все-таки слухи ведь были какие-то от других, может быть? Ну, я была только в своем отряде. Может быть, вам были известны случаи радиограмм из Москвы, которые призывали охранять от евреев из гетто водоемы? Я радиограмм не знаю, но когда мы искали партизан, один начальник, так сказать, партизанской бригады, командир, так, начальник, слово даже не люблю, почему я это не сказала, значит, один командир бригады нас не взял к себе. Он спрашивал у нас, как это вы бежали, а может быть, вы колодцы травили по дороге. Я впервые услышала об этом дремучем представлении евреев. Вот это я знаю. Какой год был? Это был 43-й уже, январь 43-й. То есть такое мнение было. Он был командир или политрук? Он был командир. Он вас не взял в отряд? Он не взял нас в отряд. То есть это был первый командир, да, встреча? Да, это был командир. А долго вас не брали в отряд? Ну, мы походили в январь. Сколько отказов было? Отказов было три. Какие документы у вас были после того, как вы покинули партизанский отряд в конце? У меня была характеристика, справка о том, что я санитарка 12-й партизанской бригады. А когда я оказалась на большой земле, я уже позже получила паспорт. В каком году? Май 44-го года. Большое спасибо за участие в интервью. Благодарю вас за помощь. Пожалуйста, благодарю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!